Приветствую вас, Вероника, я полагаю, что именно так вас зовут. Смотрите, вы просите помощи от нас. Но мне очень интересно, какой именно помощи вы хотите. То есть, вы говорите, что замуж я выходить не хотел, была симпатия, но вышла из-за того, что лишилась с ним невинности. То есть, даже вот по этим первым словам, да, уже наблюдается какое-то такое достаточно сильное предвзятое, достаточно сильно предвзятое отношение, например, к тому же сексу, да, то есть почему невинность. А до этого вы что, были невинны, а теперь вы перестали быть невинны. Что вообще есть по вашему, что вообще есть по вашему вина, допустим, да? То есть, вот это все, конечно, ваши установки, которые, скорее всего, мешают вам, очень сильно мешают жить и действовать адекватно в данной ситуации. Вот, поэтому я бы начал, наверное, все-таки именно вот с этих аспектов. Установок. Которые у вас есть. Знаете? Вот. Потому что очень многое зависит от них. от установок, которыми вы, которым вы следуете. Очень многое. Многое. То есть, если у вас, например, есть жесткая такая позиция, что мужчина один в нашей жизни, да, что, соответственно, здесь есть и истинное верно, здесь есть и стереотипное, здесь есть и вред, здесь есть и интроекция, да, то есть целиком принятая какая-то позиция. То есть, тут все вот нужно это исследовать, отмежевывать одно от другого. Я считал, что мужчина один на все века. Ну, вот знаете, да, то есть некая такая идеализация идет у вас. Мужчина. Некая такая именно вот, именно что идеализация, да, то есть если мужчина, да, то один на все века. Это то, что, в принципе, люди могут, ну, ошибаться, да, то что люди могут делать ошибки, а при, значит, принятии решения, да, вас это явно не останавливает. То есть, вы с этим либо не согласны, либо, вот. Ну, то есть, сейчас вы, может быть, и согласны. Сейчас. Когда у вас уже есть некоторые сложности, допустим, вот, с мужчиной. Сейчас-то да, сейчас возможно, но раньше, раньше, вы думали по-другому, скорее всего. И вот это то, о чем я и пытаюсь вам сказать. Это то, о чем я вам пытаюсь сказать. Что именно ваши установки, именно ваши взгляды привели к тому, что сейчас, к тому, что сейчас вы имеете. И это не случилось просто так, это не произошло случайно. Понимаете? Вот. У этого есть свои основания. Поэтому будет лучше, если вы разберетесь именно с этим. Именно, вот, с основаниями. Понимаете? Понимаете? Дальше. Так, значит, с самого первого дня, а, у нас появился ребенок. Ну, вот, вот, тоже довольно интересная история. Что значит появился ребенок? То есть, и у вас, да, и у мужчины должна быть некая позиция по отношению к ребенку, по поводу ребенка. Понимаете? То есть, не просто так вот, знаете, что просто появился ребенок. А, был ли он желанный, например, ребенок. Да? А, хотели ли вы его ребенка? Хотел ли ребенка мужчина ваш? Да? Да? Вот. Ну так, а симпатия, собственно, к чему, или к кому, да? Понимаете, да, то, что это очень важный момент на самом деле. Вот. Что именно вызывало у вас презентацию? Что или кто? Вот. Так это все тоже важно. Дальше, ссоримся. С самого первого дня пишите вы, мы ссоримся. С самого первого дня чего? Вероника. То есть не очень понятно. По поводу чего ссора начинается? А какое ваше участие в ссорах? Вот конкретно ваше. То есть что делаете вы? Именно вы что делаете? Для того, чтобы ссора появится. Каково ваше участие, какова ваша роль в этом? Ведь она же есть, правильно? Роль там. По-любому роль есть. Ну так вот и, соответственно, определите свою роль в этой позиции. Вы ссоритесь. Почему? Почему? Да? Чего хотите удивить. Знаете, без вашего участия ссоры не было бы. К сожалению. Вот. Но и вы сами, да, ссорились потому что была какая-то неудовлетворенность, ну что-то еще такое было. Вот. Вот и определите, вот и определите этот момент. Что это, собственно, такая вот. Почему такая история случилась? Знаете? Ситуация-то в чем? То есть тут вы все говорите, как будто, знаете, вы говорите все о следствии, но не говорите о причинах. Дальше. Перед свадьбой была крупная история, из-за чего? Я хочу развестись, чтобы что? Почему хотите развестись, но трусость или что мне мешало? А трусость перед чем? Да, то есть трусость это страх, страх чего? Чего? Давайте, как бы, ну, подумаем немножко вглубь. Вот. Вот вы говорите трусость, да, что это страх. Страх чего? Это же всегда есть страх чего-то. Вот. Я не могу разобраться в себя, ну, правильно, там еще вы находитесь в привычном жаблоне своего мышления. Вот. И вы не можете выйти из него. Это нормально. Это нормально. Вот. Что это, как бы, ну, можно и нужно вам в этом помочь. Да, можно, можно и нужно. Ну, значит, помочь вам разобраться в этой ситуации. Но это сделать нужно не так вот, как вы это делаете сейчас. Да? В формате ответ вопрос. А это нужно сделать в режиме консультации, где можно задать вам все необходимые вопросы, все необходимые моменты прояснить. Вот. Потому что вы здесь говорите совсем не о том адресу. Вот. Как бы у меня впечатление сложилось, да, о вас, например. Ну, не о вас даже, а вот о ситуации в целом, да. Что вы не слышите своих чувств. Вы не прислушивайтесь к себе. Вообще. Что-то вы говорите, что вот, а, что, а я не знаю. Вот что мне мешает. Ну, дружность или что-то еще. Так, а-а-а-а. Что-то мешает. Все. Что вы не знаете, но кто-то мешает. Ну. Что-то без чувств. Что-то не прислушивайтесь к себе. Эмоционально ни разу вот. Ой. В этом есть запреты, да. Что-то невинность, да. Что мужчина один и все же есть. Такие вот, а-а-а-а. Достаточно ограничивающие, стереотипные взгляды. Так, я не могу разобраться в себе, в чем конкретно, я пытаюсь развиваться, но у меня нет ни сил, ни желания. Вы понимаете, если бы, если бы, допустим, если бы я ставил перед собой цель развиваться, наверное, у меня бы тоже не было никакой мотивации это делать, потому что развитие это слишком, знаете, слишком отдаленный процесс, слишком абстрактный процесс. То есть человек, вообще-то говоря, не может развиваться, а, вот, просто так, не может, человек не может просто так развиваться. Понимаете? Человек может развиваться, ориентировать на что-то. Да? То есть, если, например, человек развивается, занимаясь тем, что ему нравится, допустим, ну допустим, что вот это, человек, это, как вариант, да, ну такой, как вариант, один из вариантов развития человека, да, вот, один из вариантов развивается, что человек делает что-то, что-то, что ему нравится, что нравится вам, соответственно, уже как вопрос. Дальше. Ага, может, человек может развиваться, но есть какая-то цель. Да? То есть, ну четко поставлена явная цель, которую он идёт, и достигая которой, добивает, которую он, соответственно, так же развивает, что есть, прообретает что-то новое, прообретает какие-то навыки для себя. А что развитие для вас? Чем является развитие для вас? Как вы вообще развитие, понимаете, для чего вы развиваете? Так, у меня нет сил, ни желания, ну так правильно, потому что желание ни на что не направлено, да, тут нет какой-то вот формы. А силы на что-то уходят? Тут надо разбираться, силы уходят на внутренние противоречия и конфликты, как бы, как правило, на внутреннюю борьбу. Ну, соответственно, это нужно исследовать. На что именно уходит ваша сила и куда вы их тратите? Ведь силы-то они не могут уходить просто так. Силы ведь они не могут уходить никуда. Если они уходят, значит у них есть пример, на что вы их тратите. Я чувствую, как деградирую с каждым днем. С чем это связано, Вероника? То есть, еще раз, да? С чем конкретно связано то, что вы чувствуете, как деградируется? Ну, мне нужны, собственно, конкретные примеры, скажем так. Вот. Понимаете? То есть, вот, то, что вы пишите сейчас, это, ну, это очень, очень общее как-то, знаете. Вот. То есть, я понимаю, что, может быть, эээ, может быть, это и, ну, что этого достаточно, эээ, для вас. Но не достаточно для нас. Вот. Поэтому, если вы чувствуете деградацию, понятно, чувствуете деградацию. А как это проявляется? Вот. Конкретно как проявляется? Давайте это будем исследовать. Ну, чтобы, чтобы нам с вами как-то, вот, ориентироваться, эээ, в том, что происходит с вами. Да? Понимаете о чем я сейчас? А дальше, с родственниками его теперь не общаются, потому что они лезли в нашу жизнь. А почему они лезли в вашу жизнь? А, вот, на секундочку, ну, на секундочку, почему они лезли в вашу жизнь? То есть, кто, как бы, ответственный за то, что они лезли в вашу жизнь? А почему вы считаете, что они не должны лезть в вашу жизнь? А что вы делали для того, чтобы они не лезли в вашу жизнь? А понимали ли, понимаете ли вы, для чего они лезли в вашу жизнь? Ну, грубо говоря, чтобы что? С какой целью они это сделали? Вот. Вот. Сейчас есть для вас это понимание. То есть, вот, прежде чем, да, прежде чем переставать общаться, да, вот, у нас все эти вопросы, можете ответить? Далее. А, значит, что называется, опять же, здесь вы, как будто бы, знаете как, оправдываете себя. Да. И с родственниками мы теперь не общаемся, и это, типа, виноваты, вот, соответственно, они столько. Но ведь вы не, но ведь вы не общаетесь. Тоже. То есть, это не только в родственниках дело, я так полагаю. Но это дело в частности и вас тоже, разве нет? Почему только на родственников? Из-за них только. То есть, это вот и такая психологическая игра. Психологическая игра, которая называется «Все из-за тебя». Вот. И очень возможно, что вы в эту психологическую игру играете. Обвиняя всех в том, что она происходит, да, и, соответственно, по итогу виноваты все, так, а, ничего не меняется в вашей жизни. И не поменяется, пока вы не будете брать личную ответственность за то, что именно вот с вами происходит. Да? То есть, ну понятно, да, что можно, а, сколько угодно, сколько угодно обвинять других людей. Вот. В том, что они, они, там, не такие и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но если, если вы сами не заботитесь о том, чтобы реализовать то, что вам нужно, вот, если вы сами не заботитесь о том, то другие люди всегда будут вам вредить. Ну, по крайней мере, вот, по вашему мнению, так будет происходить. Вот. И получается, что для вас, кстати, есть вот какая-то выгода в том, чтобы это делать. Обвинять других. Так, значит, эм, они пытались влиять на меня через него, а, конечно, опять же, вы знали, кто это за люди, да, вы, как бы, отдавали себе отчет в том, какие они, и почему-то считали, что они поменялись, что они будут другими и так далее. Ну, что здесь, конечно, вот, тоже довольно такой интересный момент, вот. Ну, и, я уже молчу о том, что, как можно повлиять на человека, да, если он, в общем, сам, ооо, при себе уве... Вот. Может быть, вас задело как-то, то что они пытались на вас повлиять, но это уже вопрос немножко другой. Так, из-за этого мы теперь не общаемся. Так, значит, эм, последней каплей стало ссоро с его сестру, и с ним, когда она решила к нам прийти, даже не извинившись, не извинившись за что. Вот, знаете. Собственно, я сказал мужич, что в тот раз я её предупредил, что за свои слова она ответила. Ну, то есть, здесь уже какие-то, эээ, какие-то конфликты в конфликт связываются. Вот. То есть, ну, вы, здесь вы всё провоцируете, то есть, вы не могли знать, что муж продагирует вот так, негативно. Негативно. И да, и про ребёнка соответственно тоже. То есть, знаете, вот с эхапотизмой не особенно скорее всего спровоцировали. То есть, я не спорю с тем, что и мужчина, мужчина тоже конечно в этом участвовал. Безусловно, вот. Но я думаю, что основная угроза сказывает вас, потому что я не уверен, что вы действительно всерьез считали, что мужчина ваш, значит, будет, ну, вот, на вашей стороне. Вот я уверен, что вы, вы знали, вы знали, что так не будет. Вот. Вы знали. Но это вам вот ничего не дало. То есть это вас никак вообще не остановило. Вот. То есть вы выбрали такой путь. Вот. Ну и, соответственно, своего мужа, да, вы тоже обвинили в этом же. Вот. В том, что это из-за тебя. Так. Все из-за тебя и из-за твоей сестры. Дальше. Так. Плакал ребенок. Я плакал от того, что плакал малыш. Ну, то есть, по сути, вы с ним были здесь на одной волне. Да. То есть ребенок плачет, вам по-хорошему его успокоить, а вы его не успокаиваете. Да, вместо этого плачете. То есть вы точно-точно ребенок. У вас включается тоже детская позиция, в самом деле. Ребенку-то, наверное, на маму. А вы, а вы для ребенка, вы в трудной для ребенка ситуации повели себя как ребенок. Вот. И для этого есть тоже основания. Понимаете? Для этого есть тоже основания, почему вы так себя повели. Вы вот просто, вы просто поймите данный аспект. Поймите его. Что-то для этого, для такого поведения, для такого поведения, оно тоже есть основания. Просто вы не видите этого. Может быть вы благолят обиды, от нереализованности, от того, что разочарованы были, были. Да, то есть вы, вы, ну, ожидали и хотели другого, чего-то. Вот. А получилось, по итогу, то, что получилось. Вот. И единственное, что хорошего ничего в этом не давить не может. Он сказал, ты будешь сидеть и улыбаться им. Ну вот, знаете, да, то, что, то, что, это уже говорит о том, что ваши отношения с мужчиной давно вышли за рамки взаимопонимания. Я, так, я ответил отказом, уехал, он сказал, что если я сейчас уйду, там бы разведелся, я и сама хочу разведлись, но не могу дело довести до конца, так как до этого мы постоянно ругались, так как до этого мы так же ругались и так же мирились. Во-первых, Вероника, эм, где связь? Ну, ругались вы, ну, мирились вы. Если дальше вы планируете все ли так ругаться, но вот и ничего не изменится. Что значит слюбиться? Вот откуда это такое вот, эм, терпеливое отношение? То есть, почему вы считаете, что в отношениях нужно терпеть? Почему вы считаете, что в отношениях должно именно слюбиться? Вот. Что вы делаете для того, чтобы слюбилась опять, опять-таки? То есть, ну, короче, допустим, допустим, действительно слюбиться. А делаете-то вы что для того, чтобы слюбилась? Вот конкретно. Что вы делаете для того, чтобы конкретно слюбилась? Допустим. Как мне кажется, ничего. Ведь вы, ведь вы, ведь вы, ведь вы же, вы же, никаких, эм, решений не принимаете с мужчиной? Когда, ссоритесь, и ругаетесь, и миритесь, как когда. Так вот, при примирении, да? Вы же никак их решения не вырабатываете. Сами же. Правильно? Я как, о какой слюбчивости может говорить, а может идти речь? Вот. Откуда вы вообще взяли вот эту, вот эту вот установку, что может слюбиться? Понятно. Вот. Ну и самое главное, да, то есть, опять же, непонятны, непонятны мотивы. То есть, вы говорите, что я сама хочу разлюстись, но не могу дело довести до конца, потому что мы до этого так же ругались и так же мирились. Ну хорошо, а дальше то что? Ну вот вы ругались и мирились, а дальше, а дальше что? Что-то менялось? После, после того, как вы, значит, мирились. Что-то менялось, после того, как вы шли на примирение. Мне почему-то кажется, что нет. Мне почему-то кажется, что ничего не менялось. Ну так и вот смысл тогда? В смысле тогда? Или, может быть, вам нравится такая история? Может быть, вас устраивает такая история, когда вы ссорите постоянно? Только так вы получаете необходимую для себя обратную связь. Только так вы себя чувствуете, например, важной, значимой, любимой. Возможно, вы считаете, что если ругаются, значит, любят там, ну и что-то такое. Понимаете? То есть тут же не просто, да, не просто так. Всё. Опять же, да? Тут же не просто так, всё. У этого всего есть причина. Вот. И то-то я хочу, то-то я хочу, это чтобы, чтобы вы эти причины знали. Это и называется разобраться в себе, на самом деле. То есть, только так в себе и можно разобраться, в общем-то. Только таким образом, только таким способом, понимаете? Можно разобраться в себе. Больше нет способов в себе разобраться. Больше никак нельзя в себе разобраться. Так вот, как раз, как, ну, как раз вот, то, что вы хотите, да, как раз то, что вам нужно. Понимаете, кайфор? Больше. Так, я думал, теперь так не думаю. Работать мне нельзя. Почему? На тренировке здесь нельзя. Почему? Сиди дома. Для чего? Как ты выбираешься следить за ребёнком? На свет, и я выпиваю, всегда был активным человеком. Я не хочу так жить. Ну, так, граника, вы же понимаете, что он мужчина, он не всегда так себя с вами вёл. Но не всегда же, по-видимому. То есть, по-видимому, по-видимому, когда-то он вёл себя по-другому с вами, хотя бы на заре вашего знакомства хотя бы он вёл себя по-другому. Я в этом более чем уверен. Понимаете? А что случилось потом? Что изменилось? Что он стал вести себя по-другому. Вы позволили ему. Да? Вы позволили ему. А почему вы ему позволили? Чтобы что вы ему позволили? Понимаете? Какая ссора. Какая ссора. Какая ссора. То есть, как бы, а вы, вы, как, вот у вас есть, как бы, ну, свои, у вас есть ваши действия. Да? То, что вы делаете. И вы, по сути, по сути, получаете последствия своих действий. Измените своё поведение и не будет, не будет таких последствий. Вот и всё. Но только для этого нужно именно изменить своё поведение. Да. А что поменять, да, вы не сказали. Вы не написали, что вы хотите поменять. Чего вы хотите для... Что вы хотите изменить в себе. Понимаете? Вы просто написали, да, что, типа, ну, что, чтобы мы помогли. А в чём помогли? Как помогли? Вы не написали. Это значит, что, возможно, вы не готовы ещё. Это значит, что вы всё-таки ещё, может быть, надеетесь на то, что, ну, ситуация изменится, ситуация поменяется. Сама собой, как-то, вот, само собой всё образуется. Вот. Ну, правильно же. Так вы, наверное, думаете. А так вам, наверное, хочется думать, что ситуация нормализуется. Да. Дальше. Да и он не идёт, не идёт на контакт, так как 30 лет прожил с родителями, никак не развивался ни физически, ни морально, ни материально. Ироник, опять же. Вы выбрали его. Вы вышли за него замуж. Но с какой станды мужчина должен развиваться? Почему? Почему вы считаете, что он должен развиваться? Откуда такие, такие требования к нему? Да, он до 30 лет прожил с родителями, да, он никак не развивался, но это такой человек, вы либо принимаете его, либо нет, он не изменится, либо вы стараетесь его мотивировать на перемены, но это определенная работа, и они на него имеют влияние, так, и опять же вы это знали. Помогите мне, все, Вероника, всем помочь, так как я винил себя за то, что вовремя не остановилось, и толку, ну вот вы вините себя хорошо, и толку, для чего нам вообще нужна, нужна вина, вот зачем нам нужна вина, чтобы, чтобы что? Чтобы понимать, что мы сделали не так, это называется совесть, правильно? Я вовремя это не остановил, да, возможно, вы это не остановили, вы не остановили вовремя, но почему? Какие были основания? С чего вы хотели? Знаете, какой момент? То есть дело не в том, что вы вовремя не остановили это, а дело в том, что вы хотели, и как эти желания вы реализовывали, и реализуете, возможно, до сих пор. Вот, что важно, важно, в том дело, в том дело, и какими вы установками, и какими вы, ага, значит, ценностями, ну, движимы, как бы. Вот в этом история, это нужно разбираться. Далее, когда вы себя обвиняете, когда вы себя обвиняете, это никогда, практически, точнее, это даже не практически, а всегда. Идет из детства, значит, от родителей ваших, то есть это ваши родители как бы обвиняют вас, да, что вы это вовремя не остановили. И вы в этом застреваете, вот, ну, вот, в этом состоянии, вот, вы застреваете. Почему, опять же, застреваете в этом состоянии? Потому что вам это что-то дает. Человек никогда бы не стал ничего делать, если бы ему это не, эээ, чего-то не давало бы. Раз вы так поступаете, значит, вам это что-то дает. Вопрос, что? Может быть, родители не хотели, чтобы вы, эээ, вы, эээ, ну, чего-то добивались. Может быть, родители и хотели, чтобы вы вели себя так, чтобы был повод обвинить вас. Ведь, обвинение, это, по сути, форма выражения чувств, форма выражения эмоций. Вот. Если вы обвиняете себя, значит, возможно, ээ, возможно, возможно. Эээ, вас, так же, кто-то обвинял в детстве. Если люди обвиняют других, значит, они это делают для чего-то, они делают это, потому что этого хотят. Вот. Вот и определитесь тем, какая выгода у всего этого. Понятно? Понимаете, о чем идет речь? Я надеюсь. Ну, мне кажется, это, эээ, достаточно, эээ, просто. Дальше. Идем. Так. Чем подбегла вся моральная деградация, это все уже до того, что перехожу на личности в отношении его и его семьи. Ну, опять же, здесь, как бы, эээ, неверный фокус. Понимаете? То есть, эээ, дело не в том, что вы переходите на личности. И не в том, что вы, эээ, опустились. Да? Дело в том, почему вы это сделали. Дело в том, как вы дошли до этого, что вас привело в это состояние. Вот, что важно на самом деле, на самом деле, вот это важно на самом деле. А не то, о чем вы, вы говорите. Да, не то, о чем вот, что, что вот вы описываете. Это, опять же, обвинение все. Да? Вот. Ну вот, соответственно, давайте сформулируем ваш запрос, что вы хотите поменять. И будем работать в этом направлении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помощь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...